Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик. Вы меня не ожидали снова здесь все видеть, но как я и обещал раньше, что я обязательно вернусь на канал и вернусь в обновленной студии. Как вы можете заметить, произошли небольшие изменения в обстановке, но на самом деле сейчас я переехал в новый город и живу на новой квартире. Ну и по классике, ставшей на моем канале, переезжая на новую студию, я всегда делаю обзор, то есть так называемые ром-туры. Олдфаги на моем канале знают, что это уже четвертая моя студия, на которую я переехал. В этом видео я хочу вам показать те изменения, которые произошли в моей коллекции, просто с вами пообщаться, рассказать причину, почему целый год я не снимал ролики на своем канале. Это видео станет стартом для обновленной версии канала, версия Барахольщика 3.0. У меня на полочке есть вот такой замечательный напиток, доктор Пеппер. Эту баночку мне привез из своего путешествия Артемий, мой хороший друг. Вы его все знаете по стримам и по циклу роликов Updown, которые мы, кстати, сняли, но, к сожалению, последнее видео никак не смонтируется. Артемий, не забудь про видео, подписчики его ждут. И я специально берег эту баночку для знаменательного события на своем канале. Я считаю, что раз я завершил ремонт в этой квартире, соответственно, я начинаю снимать новые видео на канале, поэтому можно символически отпраздновать это, открыв напиток. Напиток. Сейчас будет... Ваше здоровье, товарищи. И за то, чтобы канал дальше продолжал свою жизнь. Доктор Пеппер просто обалденная штука. Наверное, один из самых моих любимых напитков. Ну что, а теперь переходим к обзору моей коллекции. Погнали! Ну и вот так вот сейчас выглядит моя обновленная студия. Сделаю небольшую прокруточку, чтобы вы понимали, что здесь творится. Решил, как на своей прошлой квартире одну стену поклеить серой. Кто знает, точнее помнит, на моей прошлой квартире все стены были поклеены серыми обоями. Мне нравится, как выглядит моя коллекция на фоне серой стены, но остальные все стены я решил поклеить под белый кирпич. Мне кажется, что серый с белым довольно-таки очень хорошо сочетаются цвета. Ну, здесь у меня находятся софтбоксы, которые помогают мне это все дело освещать. Мои две гитары. Все, никак не куплю крепления для того, чтобы их повесить на эту стену. Думаю, будет красиво. Соответственно, здесь находится шкаф с моим барахлом. Привет! В шкафу, по сути, находятся личные вещи, но есть и кое-что интересное. На нижней полочке у меня здесь находится видеомагнитофон, всякие штуки для канала. Там коробка от ретроскейлера и всякий прочий хлам. Бабы же части технические вещи. Вот здесь в пакете, до сих пор еще не распакованное, находится электроника MS-0511. Это советский компьютер. Все никак руки не дойдут для того, чтобы привести его в идеальное состояние и сделать на него обзор. Но, надеюсь, что все-таки наконец-то мои руки дадут. Потому что я это еще на второй студии показывал его в каком-то ром-туре, что я хочу его воскресить. Здесь у меня находятся коробки от моих консолей из Sega Mega Drive и Nintendo 64. Ну и там в дальнем углу, можно увидеть, находится Sega Dreamcast. В нерабочем состоянии Dendik. Тоже в нерабочем состоянии. И в рабочем состоянии находится первая PlayStation. Фаточка. Ну и больше здесь ничего интересного нет. Теперь давайте пробежимся по стеллажу. На стеллаже произошли небольшие изменения. Теперь у меня здесь находятся коллекционные коробки от игр. У меня всего их только три, к сожалению. Маловато будет! Третье Diablo коллекционное издание. Дополнение к третьему Diablo Reaper of Souls. И Far Cry 4. Кстати, все эти три коробки мне подарил на день рождения мой друг Максим. Большое тебе спасибо, если ты смотришь этот ролик. Если кому-то интересно, что находится внутри этих коробок, особенно что касается Diablo, там очень много разных ништяков, сделаю обзор на коллекционные издания. Пишите в комментариях, если вам интересно было посмотреть, что там внутри. Вот тут у меня находится такой фотоаппарат. Зенит советский. Фотоаппарат полностью в рабочем состоянии. Этот объектив я часто использую для фотографирования. То есть, этот объектив Helios 44-2M снимает довольно-таки очень круто. Я его вешаю на свою основную камеру. Ну и сам фотоаппарат я храню, потому что, во-первых, это раритетная штука. И как бы у меня посещают мысли, может когда-нибудь начать заниматься пленочной фотографией. И хотелось бы попробовать на него пофотографировать. Здесь находится гоночный руль для приставок пятого поколения. Универсальная штука. Сюда подключается и PlayStation, и Sega Saturn, и Nintendo 64. Sega Saturn у меня в коллекции нет, к сожалению. Поэтому я не могу проверить этот руль на ней. Первая плойка работает отлично. Кто помнит ролик на моем канале «Руль против геймпада», там мы с Артемием тестировали этот руль на первой PlayStation. Мы играли в Gran Turismo. А вот с Nintendo 64, к сожалению, все не так однозначно. Я пробовал подключать этот руль к своей приставке Nintendo 64, но я так и не понял, в каких играх его можно юзать. То есть, у меня этот руль на Nintendo 64 не завелся. Переходим на следующую полочку. Здесь находится фигурка Пейгана Мина, главного антагониста игры Far Cry 4. Как раз-таки я ее достал из этой коробки, из коллекционного издания. Уже пустая баночка доктора Пеппера. Тут мои комиксы хранятся. Большая часть комиксов по Бэтмену. Но также есть комиксы... Ой, все падает. Как обычно, все падает. Есть комиксы и по черепахам здесь, и Марвеловских комиксов есть немножечко. Там по Людям Икс, по Человеку-пауку где-то. Артбук по Киберпанку. И вот такие вот пережитки из моего детства. Сохранилось у меня два журнала из моего детства. Это PC Gamer и лучшие компьютерные игры. Храню как артефакт своей молодости. Здесь упал вот такой билетик на платформу 9,75. Можно доехать по нему до Хогвартса. И также еще находится вот такая интересная штука. Сейчас попробуем сфокусироваться на ней. Оп. 15 копеек 1982 года. Советская монетка. Кто знает, с какой целью я ее храню здесь на полочке. Эта монетка имеет непосредственное отношение... Ну, сложно сказать, что к советской видеоигровой индустрии. Но именно к играм она точно причастна. Вам квест. Рассказать, как связано 15 копеек и видеоигры. Пишите в комментариях, кто знает. Она здесь, то есть, хранится не зря у меня на полочке. Дальше. Моя коллекция комиксов по Звездным Войнам. У меня вообще вся вот эта полка, она посвящена полностью Звездным Войнам. Здесь вот такая у меня небольшая инсталляция. Дарт Вейдер. Фокусируйся. Там стоят клоны, истребители. Переходим к самому вкусному. Здесь у меня находятся картриджи на старые приставки. Показывать их все смысла нет, потому что они уже были не один раз в обзорах, распаковках. Поэтому вы можете посмотреть содержимое этой полки там. Вкратце пробегусь. Получается, здесь у меня находится единственное коробочное издание Mario Party 2 на Nintendo 64. Здесь коллекция оригинальных картриджей на Famicom. На вот эту вот приставочку. Она же Dendy. На задней полке у меня находится, там в углу прячется флеш-картридж для Famicom. То есть у меня как бы не все игры в коллекции есть, а поиграть хочется во все. Поэтому я закупил флеш-картриджи на все свои приставки. И вот это на Famicom. Кстати, довольно-таки интересный экземпляр в том плане, что он поддерживает ROM и не только самих картриджей, но также еще он поддерживает эмуляцию дискет. На Famicom выходила такая приблуда, как Famicom Disk System. Можно загружать игры не только с картриджей, но и с дискет. У меня, к сожалению, самого Famicom Disk System в коллекции нет. Поэтому флеш-картридж помогает мне играть в такие игры. Идем дальше. Здесь у меня находится небольшая коллекция картриджей пиратских на Dendy. Вот такой вот древний Tetris без кнопки вверх. 8 в 1. Одна из самых древних моделей Tetris. Дальше. Флеш-картридж на Nintendo 64. У меня, кстати, много флеш-картриджей. Если кому-то интересен обзор самих флеш-картриджей, их функционал, пишите в комментариях. Тоже сделаем обязательно ролик. Дальше. К сожалению, всего лишь 3 картриджа на Nintendo 64 в коллекции. Здесь находятся картриджи на Super Nintendo. Конечно же, флеш-картридж. И вот тоже только 3 оригинальных картриджей на Super Nintendo. Дальше. Вот такие пиратские картриджи. На Sega Mega Drive также здесь есть Super K. Кто знает, для чего он. Раньше приставка была региональная защита. Например, есть Mega Drive японского региона. И, допустим, в коллекции у меня находятся картриджи оригинальные, если брать. Вот они только 4 на Mega Drive. Три картриджа Паловского региона. Это Король Лев, первый и второй Соник. И Аладдин американского региона на Sega Genesis. Так вот, эти картриджи, они, соответственно, по региональной защите на японской приставке не запускаются. Для этого необходим вот такой переходник. Он вставляется в приставку, а сюда сверху вставляется сам картридж. И с помощью тумблеров сзади можно выставлять тот регион, который вы хотите запустить на своей приставке. Таким образом обойти региональную защиту. Вот такой вот небольшой пиратский картридж. Единственный, кстати, в моей коллекции на Game Boy Advance. Вот такой вот череп Diablo. Это, кстати, я его достал из вот этой коробки коллекционной. У него в лоб воткнута флешка в виде камня души. Ну и мы переходим к следующей полочке. Здесь у меня находится Nintendo DS. Давно, кстати, на ней уже не играл. Но аккумулятор в ней стоит очень хороший. Самый, наверное, сильный аккумулятор, когда я его либо видел. То есть это оригинальный аккумулятор, который прям до сих пор живет. И вот она без подзарядки даже до сих пор еще включается. Здесь у меня находятся игры на Nintendo Switch. Причем это, наверное, самая большая коллекция игр на моей полке. То есть пока что Nintendo Switch является актуальной консолью от Nintendo. Игры можно смело купить в магазинах, что я активно и делаю. Коллекция дисков на PlayStation 2. Коллекция дисков на Xbox 360. Тут уже пошла мешанина. Nintendo Wii. PlayStation 3. Картриджи на PSP. Картриджи. Диски. У меня уже оговорки сегодня идут. Картриджи на Nintendo DS. Небольшая стопчика игр для первой PlayStation. Оригинальные. Ну и там находятся вот такие вот в картонных холдерах игры для Nintendo Wii. Здесь у меня стоит фигурка пирамиды Голового из Silent Hill 2. Ну и вот еще есть такой интересный экземплярчик. Подарили мне его на Новый год. Музыкальная шкатулка по Звездным войнам. Марина, если ты смотришь это видео, привет тебе. Неудобно одной рукой крутить. Там играет мелодия из Звездных войн. И пошли полочки с моими приставками. Xbox Original. Кстати, кто помнит, я много раз жаловался, что у меня Xbox Original был без вот этой планки для дисковода. Я планку долго искал, нигде не мог найти. В итоге сдался, и сейчас у меня есть на работе 3D-принтер. Я распечатывал планку на 3D-принтере. Покрасил логотип Xbox с серебряной краской вот такой. Конечно, выглядит не совсем как в оригинале, но уже не стыдно теперь он стоит на полочке. Появилась вот такая у меня планка. Xbox 360. Nintendo Wii. Nintendo 64. Super Nintendo. Вот такая вот штука. Это у нас Game & Watch. Компания Nintendo начала выпускать свои мини-консоли еще в 90-х. Были Game & Watch изначально большие. И в 90-х Nintendo стала выпускать Game & Watch в таком мини-дизайне. Есть у него такая штучка в коллекции. Там сейчас батарейка севшая, но он полностью рабочий. Ну и Nintendo Famicom. Здесь у меня на нижней полочке находится PlayStation 1 Slim, PlayStation 1 FAT. Причем FAT у меня очень крутая. Ну, я думаю, вы помните этот ролик. Сейчас сложно одной рукой все это доставать, показывать. Но это первая версия. Там сзади есть куча-куча разных разъемов. То есть, очень ценный экземпляр в моей коллекции. Говорят, что именно вот в этих консолях был установлен дорогой чип звуковой от компании Sony. И многие аудиофилы используют именно первые ревизии Sony PlayStation для того, чтобы слушать музыку. Потому что прям чип этот выдает очень классное звучание. PlayStation 2 FAT стоит небоскреб. Ну и здесь у меня в коллекции, я уже показывал, Sega Mega Drive. Дальше это Sega Dreamcast. Здесь по центру у меня находится место под Sega Saturn, которую я никак в свою коллекцию не куплю. Сейчас здесь стоит вот такой вот Dreamcast. Это получается карта памяти, которая вставляется в геймпад Sega Dreamcast. Заглушка, кстати, у меня ее никогда не было. С появлением 3D принтера стал вот такими штуками баловаться. То есть, распечатал вот такую вот заглушечку для карты памяти. Чтобы она более-менее красиво выделила на полке. Единственное, что сам пластик здесь уже пожелтевший, поэтому по цвету она выделяется, заглушка. Ну и, кстати, тоже недавно совсем распечатал вот такую заглушечку. Экспеншн порта для Nintendo Famicom. То есть, у меня вот этой заглушки родной не было. Тоже на 3D принтере распечатал. Конечно, красный цвет не совсем попал под вот этот бордовый цвет, я бы сказал, оригинального Famicom. Ну, в теории ее можно покрасить. Здесь у меня находятся шкафчики со всяким барахлом. Здесь влево настольные игры Lego. Показывать смысла все нет. Может быть, когда-нибудь сделаю отдельный обзор. В правом шкафчике у меня находятся игровые аксессуары. То есть, геймпады, световые пистолеты на разные приставки и куча еще всяких разных приблуд. И, в принципе, на этом обзор самого стеллажа закончен. Переходим в зону телевизоров. Здесь у меня находится мой основной телевизор, на котором я играю в современные приставки, то есть Nintendo Switch. Ну, как современный Xbox 360, то есть все то, что подключается по HDMI. Все старые приставки 80-х, 90-х я играю на вот этом телеке. Hitachi. Кто помнит мою прошлую студию, у меня был другой кинескопный телевизор черного цвета от компании FUNAI. Но когда я купил вот эту квартиру, от старых владельцев мне достался этот кинескопный телевизор. Я решил свой FUNAI не ставить, потому что вот этот Hitachi, он оказался лучше. Лучше он именно из-за дополнительных возможностей, которые у него есть. У этого телевизора присутствует компонентный вход. То есть, я могу подключать приставки теперь не по композиту, а по компоненту к этому телевизору, что сделает качество картинки лучше. Сейчас мне, кстати, надо будет где-то насобирать денег, купить компонентные кабели на приставке, на какие только здесь можно. И можно будет стримить игры с приставок, подключенных по компонентному проводу к этому телевизору в лучшем качестве. То есть, таким образом, я хочу повысить качество своих трансляций на канале. Здесь у меня находится док-станция от свеча. Сейчас у меня с собой самого свеча нету. Pro-контроллер для свеча. Пультик для управления. Под светочкой. Дальше. На этой полке у меня находятся лицензионные игры для компьютера. Самый ценный экземпляр, который есть, ну, не самый ценный, но, во всяком случае, мне очень дорог. Это диск, который я купил еще в своем детстве. Герои Меча и Магии 3. Наверное, одна из моих самых любимейших игр на ПК. Ну, среди стратегий точно. И вот тут находятся все лицензионные диски для компьютера. Там, за ними, вдалеке прячутся пиратские диски, тоже из моего детства, для первой PlayStation. На полочке ниже здесь можно увидеть все издания настольной игры «Карточные войны». Это дуэльная игра по мультфильму «Время приключений». Собственно, мой древний школяр изучал мастерство поднятия из мертвых. Ну и что? То, что он поднимает из мертвых. Я хожу свиньей. Нееет! Ерунда какая! Здесь над столом у меня висят вот такие интересные часы, стилизованные под червяка Джима. Причем это именно из второй части. Игра, которая выходила на 16-битные консоли Sega Mega Drive и Super Nintendo. Это, кстати, подарок на Новый год от моего друга Максима. Максим, еще раз привет тебе! Дальше у меня находится моя рабочая зона. Ну, здесь системный блок, на котором я стримлю, монтирую. То есть, это моя рабочая лошадка. Старый, кстати, уже старый у меня довольно-таки компьютер. Но пока что он все стабильно вытягивает. Поэтому менять я его не собираюсь в ближайшее время. Ну, как минимум, пока я не выплачу ипотеку. Кстати, да, вот эта квартира, она куплена в ипотеку. Ну, сам рабочий стол смысла показывать нет. Здесь нет ничего интересного. Кроме вот такой коллекции бейджей. Как видите, прям бейджей у меня здесь уже очень много. И эти все бейджи у меня появились ровно за последний год. И как раз-таки эти бейджи, они объясняют то, почему я целый год перестал стримить и снимать видео. Потому что я побывал в разных местах России. И все благодаря конкурсу «Учитель года», где самый главный бейдж. То есть, вот благодаря вот этому виновнику. Я решил поучаствовать в конкурсе «Учитель года России». Сначала выиграл на муниципальном этапе, потом победил на региональном этапе. То есть, стал «Учителем года Брянской области». И, соответственно, поехал на финал конкурса на Россию, где я занял 16 место. И вот за весь год у меня накопилась куча разных поездок, куча разных командировок, интересных мест, где я побывал. То есть, вот самый последний бейдж, который я привез, это я был в Туле на фестивале «Учителей года». Здесь вот есть бейдж-экскурсия ВКонтакте. Я был в главном офисе в Москве у них. И куча-куча всяких вот таких приколюх. Здесь есть и 100 апсек где-то бейдж. Ну, в общем, вот именно вот эта стопка, она объясняет отсутствие видео и стримов на канале. Потому что у меня, к сожалению, не было времени на канал. Потому что я постоянно ездил по всяким мероприятиям. И участвовал в конкурсе. Так, дальше здесь находится вот такая меди-клавиатура. Это дополнение к моим гитарам. Так как я сочиняю музыку. Ну, раньше как-то сочинял, по крайней мере. Поэтому вот есть такая штука у меня. Так, ну, что здесь можно интересного показать? Вот такие вот мои тоже награды за последнее время. Хрустальный пеликан. То есть символ учителей года. Это пеликан. И за победу на регионе. Вот это мой главный трофей. Вот такой кубок я получил. Золотая ракушка, которую я получил в Туапсе за сценарий, который я написал к театральной постановке. Ну, и здесь вот тоже находится вот такая стелла. Это с... Фокус. Фокус вот сфокусировалась. Это с фестиваля учителей года, который проходил в Туле месяц назад. В марте это было. Вот оттуда я ее привез. Так, здесь находится мой конденсаторный микрофон. Который я использую на стримах и для записи видео. Сейчас мне с ним неудобно писать звук. Поэтому звук я пишу на основную камеру. Еще один софтбоксик. Мой любимый диван, на котором я постоянно стримлю. То есть вы его видели уже много-много раз на моем канале. И меня на нем. Ну, и вот стеночка. Она осталась такой же, как была на прошлой квартире. Крайние два рисунка здесь. Два рисунка здесь. Это рисунки от моей подписчицы Вероники. И сейчас у меня по центру появилась вот такая оригинальная... Ну, как оригинальная. То есть я заказал. Я являюсь большим поклонником Звездных войн. Кто не знает. Решил заказать вот такой постер. 77-го года, который висел в кинотеатрах в Америке. Это именно постер, который был напечатан к выходу самого первого фильма по Звездным войнам. Причем, когда вышел четвертый эпизод, тогда Джордж Лукас еще не знал, что он снимет трилогию четвертый, пятый, шестой эпизод. И, соответственно, названия четвертого эпизода у фильма не было. Поэтому фильм просто назывался «Стар Варс» без подписи эпизод 4 «Новая надежда». Вот такое получилось первое видео на обновленном канале. Сейчас я планирую активно начинать снимать ролики, делать стримы летом. И для того, чтобы канал продолжал дальше существовать, конечно же, необходима ваша активность. Поэтому не забываем ставить большие пальцы вверх к этому ролику, подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые. И до новых встреч!